Ну, если говорить простыми словами, секты. Они бы говорили, твоя музыка трогает прям до глубины души. Это реальная подстава, так никто не делает. А в этой сцене он просто... Холодный, безэмпатичный фигуре дирижера. Ни одного слова о том, что чувствуют люди, когда они слушают эту музыку. Ну что, мои дорогие, я посмотрела фильм «Одержимость». Мне его очень много кто советовал, сказали, прекраснейший фильм. И я его посмотрела. И, конечно, хочу сказать, поделиться с вами эмоциями, своими рассуждениями по поводу этого, ну, так сказать, интересного с точки зрения. Сюжета фильма. Но хочу сразу сказать, что каждый человек воспринимает искусство и фильмы всегда сквозь призму своего опыта, своих суждений. Каждый видит в любой картине свое. Я увидела свое и хочу этим поделиться. Поэтому это не мое единственное мнение. И если вы напишите свое мнение в комментариях, мне тоже будет интересно посмотреть, что вы мне скажете. Так вот, я понимаю, что этот фильм снят не просто про барабанщика, а этот фильм снят больше про мотивацию. Про вот это вот вдохновение к совершенствованию, к цели, к какой-то самоидентификации. Но мне все-таки кажется, что вот когда снимать такие вот фильмы подобные, что ты сможешь, давай, до крови, прям до пота. То все-таки, наверное, к такой категории подходят лучше фильмы про альпинистов, про боксеров, про бегунов. И вот именно с музыкой у меня в голове это как-то не особо коррелируется. Поэтому вот эта вот кровь, пот, который тек, лился, брызгал, ну, была слегка чудаковато. Выглядел вообще. Ну, ладно, об этом чуть попозже. Я думаю, вы уже по моему началу чувствуете, что я буду высказывать много своего фе. Так вот, я немножко так знаю вот эту вот сферу оркестра, потому что я работала в филармонии, пока я училась в консерватории в музыкальном колледже, я часто была и прям на репетициях. Поэтому могу сказать, что да как на самом деле. Так вот, фильм начинается с того, что Эндрю занимается на ударной установке. Его замечает известный дирижер. И, в принципе, фильм начинается довольно-таки адекватно. Мне нравится съемка. То есть по камере очень интересно. Вот такая она немножко дрожащая была в некоторых моментах. Это мне нравится. Такой вот эффект максимального присутствия. И вот этот мальчик, вот для меня Эндрю, это, ну, не мужчина, а настоящий мальчик. Он ведет себя максимально инфантильно. И начиная от сцены, когда у него унижают перед всем оркестром, и он даже не может за себя постоять. В тот момент, когда он теряет ноты, теряет, забывает палочки. Тот момент, когда он попадает в аварию и сбегает с места аварии. Ну, это же, это как бы преступление, потому что, если ты попал в аварию, ты должен оставаться. Он сбегает оттуда. Все в порядке? Я возьму палочки. Эй, куда? Не подходи к машине. Я вызову скорую. Не надо, мне всего два квартала. Ты не пойдешь. Я опаздываю. Нет, постой. Дирижер, наоборот, сказал, что другой ударник лучше, чем он. И он впал в такую какую-то истерию детскую. Это выглядело, знаете, как будто бы маленький ребенок попросил у мамы, купи мне шоколадку в магазине, и потом упал и стал ногами биться о том, что купи, купи, купи. Ну, не знаю, мне кажется, взрослые люди так не делают. Так вот, и, во-первых, мы видим мальчика с огромной какой-то психологической травмой. Только я не смогла понять именно с какой, потому что понятно по сюжету, что с его семьи уходит мама, и у Эндрю какая-то боязнь снова быть отвергнутым, или я не знаю, как это правильно оформить, потому что мы изучаем психологию в консерватории, но не так прям глубоко, чтобы ставить какие-то диагнозы. Поэтому, если вы примерно ориентируетесь, то напишите в комментариях, что вы думаете, как это называется. Вот он боится, что его снова кинут, поэтому он первый бросает свою вот эту миленькую девочку. Дальше. Он постоянно хочет кому-то что-то доказать. И он говорит, что, у него спрашивают, зачем ты играешь в оркестре? Он говорит, я хочу доказать. И такой вопрос, кому он хочет доказать, и что он хочет доказать? В начале он доказывал первому дирижеру, который, в принципе, был нормальным, ну да, он не кричал, но он был нормальным дирижером. Сначала он ему хотел доказать, что он достоин играть в основном составе. Потом появляется другая фигура, образ второго дирижера, вот этого вот эксцентричного. И потом он ему хочет доказать, что он чего-то достоин. И вот у него в голове вот как будто бы он вот что-то все хочет кому-то что-то доказать. Я думаю, что в конце фильма, когда он доказал этому Флетчеру, он бы нашел себе другую фигуру, которая бы доказывал что-то. И когда была такая сцена интересная, когда собрались в семейном кругу и обсуждали достижения своих детей. И вот там внимание к парню, который играл в футбол, было намного больше. То есть говорили, вау, он там что забил, там молодец, какой он крутой. И вот эти все неуместные попытки Эндрю втесаться в разговор и сказать, что ну вот, меня взяли в лучший оркестр. Я там играю, конечно, бесплатно, но это такой прям карьерный рост. Ну и семья такая, ну да-да-да. А вот футбол, это интересно, вот это достижение. Эндрю, как тебе барабаниться? Ну так, неплохо. Меня взяли в основной состав. Всем привет! О, кто пришел? Поздравляю. Наша звезда! Ты слыхал, Джим? Нет, что именно. Тревесы назвали игроком года. Здорово, Тревес. А Дастин едет на курсы ООН, скоро получит стипендию Ротса и бог знает что еще. А Джим, учитель года. Да ладно тебе, молоток. Ну не скромничай, сколько дарований за одним столом. Еще и Эндрю барабанит. Как там, нормально? Да, вообще-то, и даже очень... Меня взяли в джазовый оркестр Шефер. Он в лучшей стране, и я в нем награвил. Скоро начнутся разные конкурсы. И, кстати, я самый молодой во всем оркестре. А как понять, кто выиграл в музыкальном конкурсе? Это же субъективно. Нет. Тебе на этой студии платят? Нет, это же не студия, а учебный ансамбль. Но это прорывка Е. Хорошо, что ты понял это. Это жестокий бизнес, без сомнения. Эй, слушай, расскажи им про последнюю игру, когда тебя наградили. Я заколотил тачдаун с 85 метров. Школьный рекорд. Серьезно? Потрясающе. Третья дивизион. Команда Карлтон, это даже не вторая, это третья дивизион. У тебя друзья есть? Нет. И вот обратите внимание, что Эндрю неинтересно доказывать девушке или папе... Вот, кстати, папа единственный человек в семье, который ведет адекватно. Вот мне бы такого, конечно, папа, который поддерживает сына. Уйдет, напевая? Ты думал, я позволю ему это сделать? Да ты же меня во всем мире нет ничего важнее тебя. Ты не знал этого? Сходит с ним в кино, который его слушает, который его обнимает. Вот даже, знаете, вот в этой последней сцене, когда он убежал со сцены, папа пришел, его обнял. Он не стал его отчитывать. Ах ты же обозорил меня перед всеми. Хотя он мог бы так и сделать. Но нет, он его обнял. И нет, сыну не хочется доказывать папе. Ему вот именно хочется вот этой вот холодной, безэмпатичной фигуре дирижера что-то доказать. И вот я прекрасно понимаю вот эту вот ситуацию, потому что у меня самой папа такой очень холодный. И я сама до 20 лет пыталась ему тоже что-то доказать. Ну, пока я не сходила к психологу, не посмотрела на это с другой стороны. Так вот, у Эндрю видна такая же тенденция. Ему прям надо, чтобы его кто-то похвалил. Вот похвала папы? Нет. Вот надо похвалу заработать от вот этого вот безэмпатичного, холодного дирижера. И вот знаете, что самое вот этот вот очень неприятный поступок, когда Эндрю за столом сказал тому парню, что ты всего лишь в третьем дивизионе. Ты на рекорд. Серьезно? Потрясающе. Третий дивизион. Команда Карута, но это даже не второй, это третий дивизион. Вот как будто бы он принижает всех остальных, а вот себя по какому-то праву он возносит вверх. Ну, тоже такой интересный, неприятный момент. Вернемся к тому, что он постоянно этому дирижеру что-то доказывает. В тот момент, когда он сидит в ресторане и разговаривает с дирижером, стоит дирижеру только похвалить, похвалить этого мальчика, то есть сказать ему, что вот те два ударника, они были только ради тебя, чтобы тебя смотивировать, чтобы ты стал кем-то. Так, Эндрю уже растаял, да? Он прям уже, он снова готов играть. И неважно, что из-за этого дирижера тромбонист или трубач, я не помню, это, знаете, пухленький мальчик, он покончил, он, ну, я не буду говорить это слово, он, потому что у него была депрессия, и, потому что дирижер его унижал, как псину подзаборную, и на глазах у всех он его выгнал. И, конечно, у него обострилась депрессия, и потом его не стало. Сам скажи, фальшивишь? Что? Чего ты туда уставился? Там нет шоколадки. Смотри сюда, на меня. Сам скажи, ты фальшивишь. Да. Ну а хрена ли ты сразу не сказал? Я долго тебя тащил мяц, но я не хочу, чтобы ты завалил мне конкурс, потому что думаешь не о нотах, а о жратве. Джексон, поздравляю, ты четвертая труба. Мэтс, почему ты еще здесь? Пошел нахер! Между нами Мэтс не фальшивен. Это был ты, Эриксон, но он не знал. А это приговор. Но это не важно. Это был он, он был неудачник. А вот я, вот, думает Эндрю, вот я буду достоин, чтобы меня погладили по головке. Ради этого я готов на все. И получил пряник, получи и кнут, распишитесь, пожалуйста, вот когда, собственно, дирижер его и на концерте подставил. Потому что я не считаю, что это какой-то был специально продуманный план, чтобы закалить характер Эндрю, чтобы он чувствовал, стал лучшим профессионалом. Это реальная подстава, так никто не делает. Потому что, ну, ну, это преступление, я считаю. Когда ты выходишь на сцену, вы договорились играть один репертуар, а в итоге начинают играть другой репертуар, и ты начинаешь напопадать по ноту. Вот, кстати, похожая ситуация была на конкурсе Чайковского, но там было немножко по-другому. Там, значит, девушка объявила, которая объявляет, она сказала сначала концерт Чайковского, а потом концерт Рахманинова по очередности. Пианист вышел, и оркестр стал играть концерт Рахманинова. И получается, пианист, он как бы не успел, так сказать, войти в образ, подготовиться к концерту Рахманинова, и там в самом начале он что-то там, ну, лажанул. Не сильно, не заметно. Это не было прям так отчетливо видно. Но вот какая-то такая трепетность была. И он потом подал в суд. Он подал в суд, и он занял, по-моему, второе или третье место на этом конкурсе. И переигрывали программу. Потому что так не делается. Мой оберег от садистических дирижеров. Да? Пришел с вами поздороваться. Так вот, кстати, в жизни такого никогда не происходит, когда дирижер при всех говорит, теперь садится основной состав. Нет, ты поменяйся. Нет, ты поменяйся. Нет, потом ты поменяйся. Пошел вон. Куда ты смотришь? Нету там горшка с золотом. Пошел вон. Не мы. Может быть, наконец-то. Настал тот самый исторический момент. Показывай. Такого никогда не происходит. То есть, обычно так, дирижер говорит. Итак, сегодня репетиция. Допустим, пишет в группу, в чат. Придите, пожалуйста, только основной состав. А такого публичного унижения, что он говорит, ты теперь сыграй. Теперь ты. Не так. Теперь ты. Теперь ты. Ну, это какое-то показучничество. Потому что это настолько смотрится унизительно и непонятно. И вот честно, когда дирижер кричал на них, теперь ты, теперь ты, я не могла понять, что он от них хочет. Что ты хочешь и молчишь? Хочешь и молчишь? Хочешь и молчишь? То есть, он им не объясняет, что он хочет. А вы телепатически должны догадаться, что он хочет. Но мы же не телепаты. Надо ртом говорить, давай вот быстрее или медленнее. Считай-ка. Пять, шесть, семь. До четырех дури на меня. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Сейчас. Я спешил или тянул? Я не знаю. Тогда считай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Спешил или тянул? Все-таки слышишь разницу? Или как? Ну, не знаю. Мне хочется сказать, что это типичное поведение тиран. Ну, наверное, в принципе, да. Он реально был тираном, который унижал всех студентов и унижал даже беспочвенно, когда он снова того мальчика выгнал. Хотя он и не фальшивил. Так вот, сейчас я расскажу о том, о той идее, которая меня просто на протяжении фильма всего выворачивала. Дело в том, что ударник мотивировался не тем. Он всегда говорил, что я хочу доказать, но никто на него не обращает внимания, потому что никому не всрались его достижения. Что всем в музыке плевать. Играешь ты в лучшем оркестре или ты играешь в проходе, в переходе. Ты играешь в филармонии или ты играешь в каком-то маленьком закрытом клубе. Играешь ты супербыстро или играешь ты супермедленно. Человек в первую очередь хочет слышать музыку и получать от музыки эмоции. То есть, вот именно, вот всегда есть, допустим, исполнитель, есть сама музыка, само произведение и слушатель. И вот именно произведение и слушатель, вот это важно, это самый важный критерий вообще в искусстве и в музыке. Что в этом фильме сказано про слушателей? Ни одного слова, как воспринимают люди это. Ни одного слова о том, что чувствуют люди, когда они слушают эту музыку. Ни одного слова про то, что Эндрю хочет дарить. Давайте вот, давайте так, послушаем разницу. Я вам скажу два предложения. Я играю, чтобы доказать. И я играю, чтобы слушатель проникнулся музыкой и почувствовал эмоцию. Вы чувствуете, насколько разные вещи. И то, как ты будешь играть, так оно и будет. Либо ты хочешь доказать, либо ты хочешь, чтобы слушатель получил удовольствие. И знаете что, если бы Эндрю играл так, что люди бы плакали, я думаю, в обществе, когда он сидел за столом за своими родственниками, все бы о нем только и говорили. Они бы говорили, твоя музыка трогает прям до глубины души. Твоя музыка просто... Я сидел и плакал. А они говорили про футбол, потому что так получилось, что футбол тронул их сердца намного больше, чем музыка. Хотя, знаете, вот музыка это априори та вещь, которая должна трогать человеческие сердца. Кстати, я недавно послушала песню, переделанную Асти, царица, в стиле металлики. Вот я, честно, металлику прям, ну, не фанат металлики, но вот эта обработка прям тронула меня прям до мурашек. Так вот, в этом фильме барабанщика сделали каким-то марафонцем. Которому главное пробежать быстро и в темпе. И даже когда они на фестивале играют, и дирижер говорит, что перед этой публикой ты станешь либо звездой, либо оставишь инструмент. И, если честно, я никакого удовольствия от финальной сцены вообще не получила. Да, сцена напряженная. Да, там вот эта вот режиссерская работа, вот эта вот камера, вот это вот напряжение, оно присутствовало. Но это было сценическое напряжение. Это не было напряжение от музыки, от ожидания. Допустим, когда ты слушаешь Чайковского, там вот это вот, допустим, Ромео и Джульетта. Там такое прям напряжение. И потом катарсис, вот этих вот скрипок. А вот там, конечно же, у Чайковского прям слезы. А в этой сцене он просто... Просто барабанил. Просто я, ну, не знаю, может быть, кто-то для кого-то это тоже является каким-то... Ну, тут просто долбежка. И вот очень интересная фраза, которую прям я очень полюбила. Это когда за столом его друг спрашивает, как вы понимаете, кто лучше? Ведь это субъективно. А как понять, кто выиграл в музыкальном конкурсе? Это же субъективно. Нет. Как понять в музыке, кто лучше? Если мы бежим марафон, допустим, кто первый прибежал, тот и победил. Кто больше поднял штангу, тот и выиграл. Но в музыке же ведь нет вот этих вот критерий. И на этот ответ Эндрю говорит просто нет. Хотя потом, когда была сцена, когда дирижер пригласил второго ударника, и когда второй ударник сыграл, и дирижер сказал, да, вот я себе беру, ты молодец. Эндрю разозлился, он сказал, ты несправедлива, он играл как говно. Это серьезно? Спасибо. Это дерьмо? Вопрос такой. Так это получается субъективно или не субъективно? Или у Эндрю присутствует только два правильных ответа? Это то, что он лучше всех играет? Первый вариант. И второй вариант, что вы все неправы. И да, я понимаю, что чтобы чего-то достичь, нужно тренироваться, нужно заниматься, нужно практиковаться, потому что без труда не выловишь и рыбку из пруда. Но вот вопрос в самом подходе. Техника и скорость — это не цель. Это средство. Это багаж, который ты нарабатываешь, допустим, в то время, когда ты учишься в училище, в консерватории, в музыкальной школе, для того, чтобы потом играть все, что угодно. И просто некоторые к технике, к гаммам, к этюдам относятся как к самой цели. Это, знаете, как деньги. Деньги — это не цель, а средство, чтобы потом там себе получать какое-то удовольствие. И пока ты не ответишь себе на вопрос, техника — это достижение чего? Для того, чтобы кому-то что-то доказать или сыграть музыку настолько проникновенно, без всяких ошибок, чтобы слушатель получил экстаз и удовольствие от произведений искусства, которые он только что услышал. Вот в этом совершенно большая разница. И вот, кстати, интересный момент о том, что дирижер говорил, что для того, чтобы Чарльз Паркер стал известным, другой дирижер запустил в него тарелку, унизил его перед всем оркестром. И, значит, этот трубач проплакал всю ночь, потом тренировался и выдал самое фееричное соло в мире, которое вообще только можно было бы услышать. Я же рассказывал тебе, как Чарли Паркер стал Чарли Паркером. Джордж Джонс швырнул в него тарелка. Точно. Паркер юнец, неплохо играет на саксе. Вот он выходит на сцену с оркестром, и все портит. Джонс чуть ли не обезглавил его за это. Вот смех оркестра. Паркер всю ночь проплакал, но уже на утро. Что он делает? Репетирует. И репетирует, и репетирует. Думая только об одном. Над ним больше не будут смеяться. Через год он возвращается в Лино. Снова выходит на сцену и выдает самое охренительное соло, которое слышал в мире. И вот слышите, что он сказал? Что Чарльз Паркер тренировался, чтобы больше над ним не смеялись. А не для того, чтобы люди получили удовольствие от искусства. Чтобы не смеялись. Чтобы доказать, что над ним нельзя смеяться. И да, есть люди, которых нужно палкой по шее гнать. Ну, я понимаю, что это такое образное слово. Для того, чтобы они добились какого-то результата. Но мы понимаем, что мы должны заставлять. Даже не то, чтобы заставлять, а усиленно мотивировать. Кого? Детей. Тех, кому вообще в этой жизни ничего не надо. И для того, чтобы они учили алфавит, учили математику, их нужно мотивировать. И для каждого ребенка своя мотивация. И есть такое мнение о том, что именно мотивировать насилием. И многие говорят, очень часто слышала вот это вот высказывание, что папа запирал Моцарта в комнате, чтобы он занимался на скрипке по 5 часов в день. Но самое интересное, что когда мы изучали Моцарта, и мы читали его письма, которые он писал там своему, ну, своим друзьям, в письмах, он говорил, что его не заставляли насильно. Он сам играл на скрипке, потому что его отец, он был очень талантливым педагогом. И он смог так замотивировать Моцарта, что для Моцарта игра на скрипке, это было как игра в Майнкрафт у современных детей, или игра в Роблокс, или игра, я не знаю, там, что сейчас там популярно, ведьмака. Все сразу поняли, сколько мне лет. И поэтому всегда самое главное это правильно замотивировать. И вот о том, что этого дирижера мотивировали, так сказать, физическим насилием. И потом была такая вставка, я потом почитала его биографию. И вот знаете что? Его мотивировали, да. Но он, когда ему было 34 года, он употреблял вещества, и у него развилась болезнь, по-моему, что-то с печенью. И он 34 года, но мне кажется, что он употреблял вещества не от прекрасной жизни, правда? Поэтому вот в том-то и вся проблема, когда вы ребенка насилуете, то есть ему вбиваете, там, вот, то есть мотивация идет вот через вот такое вот насилие, кидаете в него тарелками. Когда он уходит от вот этой вот фигуры насильника, он не знает, как себя мотивировать, и он не знает, какие у него дальше цели и ради чего жить. Ну, это уже такая, знаете, какая-то мои философские размышления. Я купила курс по философии у правого полушария интроверта. Я прям прохожу, и мне прям очень нравится. Поэтому у меня выскакивают какие-то рандомные мысли по этому поводу. Так вот, дальше фигура дирижера. Тоже очень странная фигура. Во-первых, он совершенно лишен эмпатии. Эмпатии. А у меня вопрос, как человек может стать музыкантом, если у него нет эмпатии, если у него нет чувств. Дирижер должен, как никто другой в оркестре, чувствовать музыку, входить в контакт с оркестром. То есть дирижер и оркестр это прям такой симбиоз, да прям такой клубочек-клубочек. А что мы видим в заключительной сцене? Они как будто бы соревнуются. И да, в фильме представляли маленькие моменты о том, что у дирижера все-таки есть какие-то чувства. Когда вот эта вот сцена, когда он плачет по умершему в автокатастрофе трубачу, она очень странная. Потому что он как бы плачет по нему, а по человеку, которого он выгнал с оркестра, который потом из-за депрессии. Он не плачет. И как-то, ну, не знаю, это как-то не то чтобы неискренно, а вот очень странно. И мы понимаем, что это слезы жалости вот не к человеку, а вот слезы жалости к себе. Потому что вот он говорит, что я не хочу, чтобы ты завалил мне конкурс. Но я не хочу, чтобы ты завалил мне конкурс, потому что думаешь, не оно, а таха жратве. Джексон, поздравляю, ты четвертая труба. Мэтт, почему ты еще здесь? Пошел на черт! И что он любит только себя, и что его волнуют, чтобы играли в его темпе. Если ты намеренно портишь мне звучание, я тебя зарежу, как свинью. Так ты у нас тормоз? Или скорострел? Или все-таки будешь долбить в моем темпе? Я буду в вашем темпе. И что, по сути, этому дирижеру вообще все равно на музыкантов. Главное, чтобы из-под его рук выходили звезды. Больше ничего. И вот смотрите, он не просто так взял Эндрю. Он знал, что у него мама их бросила. И он потом этим манипулирует. Вот вы представляете, вот в тот момент, когда он говорит, быстрее, быстрее, ты будешь играть, как, не помню кто, что я там сказала. Понятно, почему это вас мама бросила. Это нормально, простите. Ты правда не можешь быстрее, бездарный ты жиденок. Понятно, чего тебе мать бросила. Пошел вон с установки. Не знаю, если бы мне такое сказали, вот в такой момент, я бы, наверное, там палочкой в глаз тыркнула. И вот, кстати, самое такое подлое, мне кажется, о том, что вот этот дирижер потом тоже в финальной, перед финальной сценой, когда Эндрю забыл палочки, он ему сказал, что если ты ошибешься, я тебя выгоню. И ты будешь до конца своей жизни переворачивать ноты, и тогда тебе покажется, что твой отец добился многого. Будешь вертеть страницы до самого выпуска или отчисления. И тогда тебе покажется, что папа охренеть, как многого добился. Понял? И вот вы чувствуете, с каким презрением он это сказал? И несмотря на то, что его отец написал книги, несмотря на то, что его отец действительно был самым адекватным в этом фильме, и благодаря отцу его поддержке Эндрю вообще чего-то добился. И из-за того, что он работает в школе, из-за того, что он там, я не знаю, кстати, он был еще учителем года, вот Флетчер относится к нему как к куску говна какого-то. И я понимаю, что этот фильм, он больше про взаимодействие дирижера и именно этого ударника, потому что фильм был записан за 24 дня всего. Представляете, это, ну, месяц. Очень такой прям быстро написанный фильм, и тут все заверсено между ними. И вот тут вот даже присутствует треугольник Карпона. Вот я думаю, вы слышали про книгу Берна «Игры», в которой играют люди. И мы постоянно двигаемся по вот этому вот треугольнику, да, агрессор, жертва и спасатель. Вот в самом начале ударник – это жертва, а дирижер – агрессор. Папа – спасатель. Он как бы, ну, все у тебя получится. Потом, когда появляется адвокат, да, когда уже на него написали заявление или что-то там, возбудили дело, получается, теперь уже дирижер становится жертвой, адвокат – агрессором, а ударник – спасателем. После этой ситуации, когда они встречаются в кафе, уже все по-другому. Дирижер, он как будто бы уже, короче, это все начинает снова меняться. И вот, когда мы общаемся с тираном, мы всегда двигаемся по этому квадрату. И в конце снова ударник – это жертва, дирижер – агрессор, а мы, зрители, в финальной сцене, мы уже спасатели. Да, мы уже смотрим этот фильм, мы такие, ну, все, молодец, молодец, дирижер, молодец, ударник – все хорошо. Так, кстати, в самой финальной сцене нам, по сути, показали, что дирижер, собственно, вообще и не важен, что оркестр и без дирижера хорошо справляется. Да, вот тот момент, когда ударник Эндрю играл-играл, он такой «по моей команде вступаем!» Как будто бы, знаете, они, я не знаю, на какой-то гребле грибут, и такой «по моей команде!» И вот у меня сложилось впечатление, что все-таки дирижер был каким-то руководителем тоталитарного, нового религиозного движения. Ну, если говорить простыми словами, секты. Потому что мы видим, мы видим, что он, во-первых, харизматичный лидер секты, что он, когда подходил к Эндре, он говорил, «Ты знаешь, что ты здесь не просто так, все не случайно, вот эта вот, знаете, мнимость, что все уже предопределено, и ты сюда не просто так попал». О том, как музыканты относятся к фигуре-дирижеру, что все ему поклоняются и смотрят ему в рот. Звучит музыка. «Сегодня с нами новичок». О том, что нужно преодолевать свои потребности, до двух часов ночи тренироваться, репетировать. О том, что вот эта вот публичная порка, публичное наказание, что вот эта вот его своя идеология, что нельзя ни в коем случае хвалить. Ну и это все какое-то тоталитарное сектанство, честное слово. И в конце, конечно же, была сцена, где Эндрю все-таки получил вот это вот признание от дирижера, когда в самом конце дирижер уже такой, ну да, как бы его, так сказать, преклонился перед его искусством. И вот, да, так сказать, похвалил маленького мальчика. Так вот, вообще все-все-все-все-все, ради чего я это все затеяла, самую главную мысль. Когда они сидели за столом, с семейным столом, и была сцена, когда дядя говорит, что Чарльз Паркер в 34 года покинул, без друзей, от вирусного гепатита, наркозависимости. И я общалась с композиторами и спрашивала у них вот такой вот вопрос, потому что мне было все-таки интересно знать, как они думают вообще, как они живут. И многие мне говорили такую вещь о том, что когда ты воспринимаешь музыку или какие-то виды искусства как средство достижения, чтобы доказать, как-то самоутвердиться, рано или поздно начинается депрессия, и которая часто у многих перерастает в алкоголизм или зависимость какую-то, либо заканчивается тем, что музыкант просто не видит смысла в этой жизни. И когда ты достигаешь цели, допустим, занимаешь первое место на каком-то конкурсе, на фестивале, или попадаешь в лучший оркестр, и вот что дальше? Вот ради чего ты это все делал? Вот ты доказал. Хорошо, молодец. Но когда ты воспринимаешь музыку как искусство, которое заставляет плакать, смеяться и слушателя жить, когда ты играешь музыку, и ты видишь, как человек просто расцветает, другой слушатель, когда у него появляется вот это вот какое-то счастье духовное и душевное, и ты тогда становишься по-настоящему счастливым человеком, потому что ты это транслируешь, и через тебя это все протекает. А техника, вот это вот быстрее, выше, сильнее, это не цель, а средство. И вот я думаю, что вот этот фильм, к сожалению, он не транслирует вот эту вот идею, он транслирует именно быстрее, выше, сильнее. Но мы имеем прекрасную возможность порассуждать на эту тему и войти в полемику с этим фильмом и выработать свой взгляд на эти все события и, так сказать, обогатить свой багаж знаний и подумать по этому поводу. Ну вот, вот это вот все, что я думаю. было немножко психологии, немножко философии, но куда же без этого? Я вас всех целую. До встречи в следующих видео. Я думаю, что в следующем видео я расскажу какие-нибудь интересные истории из своей музыкальной жизни. До встречи!